Здравствуйте! Рад вас видеть на канале Акара. С вами Максим Ефимов и Михаил Веретенников. Добрый день! Мы продолжаем цикл наших передач про безмотыльную мормышку. И сегодня Михаил расскажет, как можно сделать из обычной мормышки безмотыльную. На сегодняшний день на рынке очень много мормышек, которые лежат на прилавке. И обычный рыболов проходит мимо, не видя надписи «Мормышка безмотыльная». Он не понимает, что на эту мормышку можно ловить точно так же, как и на те, над которыми висит надпись «Безмотыльная мормышка». Если посмотреть на наш лист, то это рижские бананы любых размеров. То есть, вот есть огромный рижский банан, чуть поменьше. Муравьи. Вот здесь представлен маленький муравей, но есть и побольше. Вот такая вот мормышечка с лыской, чем-то напоминает уралку. Козы различные. Вот коза с телом уралки. Вот коза с телом жучка. Сама уралка. Вот эта уралка с адекватным крючком, то есть с крючком нормальной длины. А вот такие вот уралки, они, к сожалению, безмотылку из них нормальную не сделают. Крючок слишком сильно вынесен из тела. Желательно бы, чтобы он был покороче в полтора-два раза. Вот такой вот банан. Тоже просто лежит на прилавке. И люди проходят мимо, не понимая, что из него при правильном обвесе можно сделать безмотылку. Вот такой бананчик с бисеринкой уже является безмотылкой. Его можно повесить на леску, поставить нужный кивок и спокойно идти ловить рыбу. Коза. Тоже частый представитель прилавков. То есть, единственное, что эту козу надо перекрасить в темный цвет и повесить на нее какую-нибудь бисеринку. Вот. Давайте вот мы на примере вот таких вот рижских бананов соберем 4 вариации оснащения обвеса данного банана, которые можно применять для ловли рыбы методом безмотылки. Вот. Вот такой вот рижский банан. Это один из самых частых представителей мормышек на прилавках рыболовных магазинов. Вот. Один из первых обвесов, который мы сделаем, это обвес обычным бисером. То есть, бисер для такого банана стоит использовать достаточно крупный. Вот. У меня заготовлен. Очень хорошо работают бисеринки двух-трехцветные. Вот. То есть, мы просто на крючок банана одеваем бисеринку. Вот. И закрепляем ее кусочком силиконовой резинки. Трубка обычно силиконовая. Да, да, да. Так, чтобы она плотно сидела на крючке. Вот. Резиночку я специально сместил буквально чуть-чуть ниже бородки для того, чтобы у бисеринки был свободный ход. И когда будете ловить, то есть после поклевок, надо обращать внимание, чтобы резинка вот так вот не стопорила бисеринку. Потому что, если бисеринка перестает играть на крючке, то это резко снижает количество поклевок. Вот. Еще один представитель таких бананов, уже оснащенный бисеринкой. Белая, симметричная, которую можно, в принципе, встретить тоже в рыболовных магазинах. Вот такая мормышка уже является безмотылкой. Вот. Вот, если вы ее встретите, то есть можно купить и собрать уже готовую снасть. То есть, следующий вид обвеса, это обвес типа серьга. Продаются они также в различных магазинах. Выглядит он вот так. И, соответственно, есть они различных размеров. Вот. Побольше. Поменьше. Есть еще совсем маленькие, либо очень большие. То есть, на наш банан мы повесим вот такой вот зеленый кошачий глаз. Вот. И, соответственно, зафиксировать его можно либо таким же кембриком. Дай, пожалуйста, ножницы. Вот. Таким же кембриком. Либо кусочком силикона. Ну, вот у нас есть кембрик. Зафиксируем кембрик. Точно так же надо следить за тем, чтобы у вас кембрик не поджимал серьгу. Ну, вот. Следующий вид обвеса – это диски пайетки, которые можно легко купить, так же, как бисер, в магазинах «Всё для шитья». Вот. У меня за долгие годы накопилось как бы много всего этого добра, поэтому я складываю вот в такую баночку. Сейчас высыпем маленько, чтобы найти пайетки необходимого размера. Так как мормышка у нас достаточно большая, то пайетки надо будет выбирать тоже немаленькие. То есть, мы выберем вот такие вот. У них, по-моему, диаметра, если я не ошибаюсь, четыре. Вот. Я обычно насаживаю три штучки. Стараюсь разного цвета, но тут у меня почему-то только два. То есть, желтые такие, синенькие. А, нет, ворот, три. Значит, насадим три разного цвета. Вот ещё белая нашлась. Насадим три пайетки. То есть, последовательность, какая вам больше нравится. Ну, и точно так же ставим стопорный кембрик, чтобы пайетки в процессе ловли не слетели с крючками. Ну, я так, по-моему, они играть особо не будут. Нет, они очень хорошо играют, они шевелятся, между ними проходит вода. То есть, появляется какое-то дополнительное движение воды. То есть, они создают колебания. Они не создают шума, как создаёт бисер. То есть, если в банке, грубо говоря, попробовать, бисер создаёт небольшой стук. То есть, у них нет вот такого покачивания, как у серьги. Но они тоже создают колебания, которые привлекают рыбу. В принципе, если бы у меня были пайетки диаметром 5, то одну пациентку я бы поставил диаметром побольше. Вот. Вот пайетки. И ещё есть один вид обвеса на капризную достаточно рыбу, когда ей не надо, чтобы ничто колебалось. Но надо, чтобы на крючке была какая-то точка атаки, достаточно, может быть, яркая. То есть, я использую для этого кусочки силикона. То есть, многие из нас, кто ловит на спиннинг, часто очень остаются из расходованной, убитой приманки, хвоста, ещё что-то. Я их не выкидываю. То есть, режу на некрупные кусочки, спаду вот в такие коробочки. И, соответственно, можно их насадить две штуки, чтобы создать двухцветный элемент атаки. То есть, насадим зелёную и одну оранжевую. Силиконки в низ к телу мормышки мы не сдвигаем. То есть, я всегда располагаю их по центру крючка. Они как бы, ну, получается, что вроде как на крючке есть какая-то наживка, но она не является ни мотылём, ни опарышем. Вот. И при игре, как бы, то есть, рыба тоже видит, что там что-то дополнительно присутствует, ещё ярко имеет, яркий цвет. То есть, она пробует это и атакует. Единственное, что силиконовых кусочков с собой придётся таскать достаточно много, потому что они нежные и периодически сбиваются. Да, то есть, если серьгу или, там, бисер или пайетки повесил, как бы, и только поправляешь резиночку, то эти приходится, там, по мере сбивания, заново вешать на крючок. Но, опять же, чем это интересно, то есть, нарезали в баночке, там, 5-6 цветов различных, и можно их комбинировать, подобрав цвет, на который у вас будет наибольшее количество поклёвок. Вот, в принципе, мы разобрали 4 вида оснащения мормышки различными подвесами. То есть, иногда даже, вот, производители в продажу выпускают мормышки уже с готовыми подвесами, но они у них, вот, зафиксированы вот таким образом, то есть, они не шевелятся. То есть, в принципе, приобретая такую мормышку, приобретаете уже готовую, опять же, без мотылку. Но для того, чтобы она начала у вас работать, вам надо сдвинуть этот маленький кембрик к бородке и дать возможность бисеринке, вот здесь вот, и двум пайеткам работать. Единственное, что здесь бисеринка очень маленькая для такого толстого крючка, вот, и она достаточно плохо по нему ходит, поэтому я бы её аккуратно удалил плоскогубцами и оставил только две пайетки. Ну что ж, я думаю, это вот те варианты, которые ты используешь. Да, ну, чертик оснащается чуть-чуть по-другому и Медуза, так как у них другое количество крючков, то есть, соответственно, если я ловлю на Медузу с двумя крючками, как я говорил. Ну, вот здесь, например, она есть. Ну, это же тремя крючками, да, не сильно, вот, с двумя крючками, то есть, соответственно, я на Медузах я использую два вида обвеса из всего этого. То есть, либо силиконовые кусочки, как вот здесь на крючках уже висят, либо бисеринки. То есть, если я хочу, чтобы Медуза у меня шумела, я вешаю бисер. Если я хочу, чтобы она была бесшумная, то есть, на более пассивную рыбу, я вешаю на неё различного цвета силиконовые кусочки. Вот опять же, чертик, он у нас с тремя крючками, то есть, изначально, когда чертики только появились и на них стали писать в журналах спортивное рыболовство, то есть, рекомендовалось на тройнички вешать три кембрика, белый, красный, зелёный. Ну, чисто кембрик, то есть, без ни бисер, ни что. Потом, со временем, как бы, люди перешли и стали вешать бисер. На чертик можно вешать как одну большую бисерину, только на один крючок, вот. Так и до трёх бисеринок, то есть, на каждый крючочек. Соответственно, желательно, чтобы бисеринки достаточно активно тоже по крючкам входили и стопорить их также кусочком кембрика. Это, наверное, на больших вариантах? Ну, на больших вариантах там бисеринки побольше, а вот на такой маленькой, как бы, маленькие бисеринки. Есть чертик, и ещё мельче. Ну, я, большим, уверен, что есть ещё другие варианты оснащения. Если у вас есть свои варианты, поделитесь с нами, нам тоже будет интересно. Ну, и не только нам, всем, кто нас смотрит. Ну, а так, всё, что Михаил знает по своей теме, он рассказал. Надеюсь, вам было интересно. Подписывайтесь на нас, смотрите. Всего доброго, до свидания. До свидания, до скорых встреч.